Здравствуйте. Вот так, с соблюдением всех мер предосторожности, жители Заречного попадают на избирательные участки. 25 июня в 8 часов утра началось голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Все 25 избирательных участков, которые образованы на территории города Заречного, начали сегодня свою работу в 8 утра. Все они оснащены, все члены избирательных комиссий оснащены средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, защитные экраны. Те, кто прибывает на избирательный участок, голосующие, в случае, если они пришли без маски и перчаток, им средства выдаются. Также на каждом участке проводится термометрия голосующих и обработка обуви. Все избиратели получают личную шариковую ручку для голосования. Паспорт гражданина из рук в руки не передается. Достаточно показать его в развернутом виде члену избирательной комиссии. С первых же часов работы избирательных участков отмечается высокая явка зареченцев на голосование. Участок открылся 8 часов, как положено, по закону. Активно принимают участие все избиратели. Основная масса у нас была уже 8 часов. Народ как бы активно, с 8 утра уже активно начали голосовать. И в течение, вот сейчас 2 часа уже прошло, у нас порядка, наверное, уже 80 избирателей уже проголосовало. По мнению горожан, высказать свое мнение по поводу внесения изменений в российскую конституцию это гражданская обязанность каждого жителя нашей страны. Да я пенсионерка, что же с утра, пока молодежь будет вся потом голосовать. Ну, чтобы и... Ну, я всегда так голосую. Это моя обязанность. Прийти, конечно, обязательно важно. И важно, как в первую очередь гражданину России. Это самое главное. Потому что тот закон, который у нас есть, и который внесение изменений, за которые мы голосуем, ну, это для каждого человека, для каждого россиянина очень важно. Зареченцы могут проголосовать и на дому. Для этого необходимо подать заявку в участковую избирательную комиссию. Сделать это можно по телефону или через родных или знакомых. На данный момент участковыми избирательными комиссиями Заречного принято около 800 таких заявок. Людям, которые проходят лечение в стационаре, также необходимо оформить заявку. Те люди, которые лежат в стационаре, тоже по обычной системе у нас, в случае, если от них поступает заявка, мы с ними поступаем как голосование на дому. То есть приезжаем к ним в стационар, и они имеют возможность отдать свой голос. Избирательные участки будут работать в течение 7 дней. 26 и 29 июня, а также 1 июля, Зареченцы смогут проголосовать с 8 утра до 8 вечера. 27 и 28 июня с 10 до 14 часов. 30 июня с 8 до 17 часов. Завершится голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадио «Компания Заречный».